Спасибо, уважаемые дамы и господа. В первую очередь хочу сказать спасибо организаторам за приглашение. И тема моего выступления посвящена онкологии, взгляд производителя. Что уже существует и доступно, и что нас ждет в ближайшем будущем. Я не буду долго останавливаться на актуальности проблемы онкологии во всем мире. И именно поэтому наша широкая линейка оборудования МРТ, включая и полуторадословые системы, и сверхвысокопольные системы, и даже низкопольные системы оснащены онкологическими пакетами для сбора и постобработки данных для диагностики онкологических заболеваний. Вообще на рынке существует огромное количество клинических приложений, но самые ценные рождаются в тесном содружестве с ведущими клиническими университетами, с ведущими больницами всего мира. И наша компания идет именно по этому пути. Поэтому все последние разработки, в частности, которые вы видите на экране, они созданы в тесном содружестве с ведущими университетами и больницами всего мира. Рассмотрим основные из них, которые нашли свое применение в онкологии. Это технология, позволяющая проводить скоростную абдоминальную визуализацию. Благодаря параллельной визуализации есть возможность сократить время задержки дыхания, значительно сократить, что очень важно при исследовании детей, при исследовании пожилых больных, тяжело больных. Вот, например, клинические случаи, задержка дыхания до 12 секунд, при этом без компромисса в качестве изображения. Следующая технология, которая нашла свое применение, это диффузия высокого разрешения, которая предоставляет собой усовершенственную API-последовательность. Данная технология позволяет, во-первых, проводить исследования с высоким пространственным разрешением, во-вторых, она позволяет сократить дисторсию и устранить артефакты магнитной чувствительности. Вот здесь вы видите, сверху это стандартное сканирование, снизу это сканирование с помощью данной технологии. При одних и тех же B-факторах, при одних и тех же параметрах протоколов сканирования вы получаете, во-первых, более четкие анатомические структуры, во-вторых, на данном снимке будет видно более четкую функциональную картинку. При этом, я еще раз повторяюсь, параметры сканирования при стандартном исследовании, при исследовании с пакетом резов, они одни и те же. Это очень важно при поиске новообразований предстательной железы. Здесь вы видите, что на картинке слева карта диффузии, она не совсем точно совпадает с капсулой, с анатомической структурой простаты, за счет чего очаг визуализируется чуть ниже, чем он на самом деле находится. На картинке справа видно, что карта диффузии и анатомическая структура, и анатомия простаты практически совпадают. Это очень важно при дальнейшем планировании биопсии. То есть вы в случае слева можете немного промахнуться, в случае справа у вас не нужно в голове держать данную погрешность. То есть здесь более четкая анатомическая привязка. Более того, данная технология, она доступна не только на одной анатомической зоне, но она доступна для визуализации практически всего тела, в том числе и для визуализации заболеваний прямой кишки. Здесь вы также видите сверху стандартное сканирование с не совсем четкими контурами. Точнее, может быть, они, конечно, их достаточно для того, чтобы опытному врачу сделать, поставить диагноз, я не спорю с этим. Но на изображениях, которые снизу, более четкие анатомические структуры, и здесь уже не нужно угадывать, скажем так. Более того, данная технология, она идет вперед, и на данном этапе, сейчас на данном этапе идет клиническая пробация данной последовательности для визуализации молочных желез. Здесь вы видите также слева у нас стандартная диффузия всего тела, справа диффузия с помощью пакета резов. Видно, что и DC-карты, они более информативные, и анатомические структуры визуализируются более четко. Следующая технология, которая в 2014 году буквально произвела революцию в МР-исследованиях абдоминальной зоны, это пакет фризит, который позволяет, с одной стороны, проводить динамические исследования печени с высоким временным разрешением до 2 секунд, с другой стороны, позволяет проводить контрастные исследования абдоминальной области без задержки дыхания, то есть на свободном дыхании. Это, опять же, очень важно при исследовании детей, при исследовании тяжело больных пациентов. Колоссальное временное разрешение позволяет вам на 20% больше, на 20% больше выявлять новообразование печени, нежели при стандартном исследовании. Еще один момент немаловажный – это то, что данные последовательности работают не только для печени, не только для одной анатомической зоны, но они доступны для исследования, например, предстательной железы. То есть здесь, благодаря данным технологиям, вы никогда не пропустите фазу контрастирования. За счет высокого временного разрешения, до 2 секунд, вы получите больше находок, нежели в сравнении со стандартным исследованием. Также данные технологии доступны и для визуализации прямой кишки. Опять же, наши технологии, они не останавливаются на одной анатомической зоне, они идут в сторону диагностики всего тела, и данная технология также находится в стадии разработки для визуализации молочных желез. Я и говорила о том, что вторая часть данного пакета – это последовательный старвайб, который нечувствительен к движению пациента и позволяет проводить исследования на свободном дыхании. Вот, пожалуйста, пример исследования печени на свободном дыхании. При этом это все происходит без компромиссов в качестве изображения. И очень сложные для МРТ исследования легких, они теперь доступны и можно проводить на свободном дыхании. Пожалуйста, вот пример, получать такие изображения, таракальные зоны с новообразованиями. Опять же, повторяюсь, эта технология доступна не только для одной анатомической зоны, она доступна и для визуализации почек, и визуализации прямой кишки. Вот все эти картинки, они получены на свободном дыхании, то есть не требуется задержка дыхания. Именно поэтому данная технология в 2014 году получила престижную премию Frost & Sullivan как прорыв в области абдоминальной зоны. То есть в 2014 году она еще была доступна только для визуализации печени. Спустя всего лишь два года, вот, пожалуйста, мы видим, что данная технология уже работает практически по всему телу. Следующая технология, которая показывает, как быстро МРТ покоряет все новые и новые области, это технология СИИД. Если еще в 2008 году при диагностике рака предстательной железы не было даже упоминания о методе МРТ, то уже в 2014 году многие международные ассоциации уже включили метод МРТ в международные протоколы и признали его в качестве метода выбора для определения необходимости дальнейших биопсий. Мы, в свою очередь, предлагаем законченное решение. Это пакет СИИД, который, с одной стороны, позволяет исключить рак в 89% случаев, во-вторых, он позволяет сократить необходимость проведения биопсии в 50% случаев. Более того, данная технология позволяет проводить быстрые МР-исследования, то есть 10 минут на пациента. И последнее, но немаловажное, позволяет получать структурированные отчеты, которые соответствуют международной классификации ПАИРАЦ. То есть вы уже на выходе получаете структурированный отчет, который позволяет вам общаться с коллегами-клиницистами на одном языке. Что же представляет собой СИИД? Это, с одной стороны, аппаратная часть, с другой стороны, это программная часть. Программная часть представляет собой пакет резолв, это диффузия высокого разрешения. Программная часть представляет собой многоканальную, 30-либо 60-канальную катушку для тела, поверхностную. За счет того, что все 30-либо 60 каналов входят в одно поле обзора, данная катушка позволяет проводить быстрые исследования, при этом качество изображений даже лучше. Вот, пожалуйста, изображение абдоминальной области, полученное с помощью данной катушки. И также изображение предстательной железы, которое исследование проводилось на свободном дыхании с использованием многоканальной катушки. Что же дает нам данный пакет? Во-первых, он позволяет проводить исследования без использования эндоректальной катушки. Но кроме того, чтобы собрать данные, еще необходимо их как-то проанализировать и обработать. И в данном случае мы предлагаем полный арсенал приложений, которые позволят вам обработать полученные результаты. То есть есть специализированные рабочие станции, которые позволят в одном интерфейсе быстро и удобно обработать полученные данные. Это обработка и нативных изображений, и обработка диффузионно-взвешенных изображений, и получение, например, при получении спектроскопических данных, анализ спектроскопических данных, а также оценка прохождения контраста, в том числе перфузии простаты. Вот, пожалуйста, клинические случаи. На примере исследования предстательной железы можно увидеть, как полный спектр приложений позволяет получить и морфологические данные, и функциональные данные, и также провести постобработку с помощью перфузии простаты. И такой вот всесторонний подход, он позволяет выявить тактику дальнейшего лечения, что же делать дальше. Следующая технология, которая доступна на современных сканерах, она позволяет вам сначала выбрать зону интереса, то есть выбрать тот участок, либо тот орган, который вам интересен, и работать только с ним. То есть с окружающих тканей не будет происходить реконструкции и сбор данных. Это позволяет вам, во-первых, бороться с артефактами наложения, которые возникают при попытке увеличить изображение. С другой стороны, позволяет вам увеличить скорость исследования и улучшить качество изображения за счёт того, что окружающие ткани не будут привносить своего отрицательного влияния в виде артефактов, например, пульсирующая кровь и так далее. Вот, пожалуйста, пример того, как это работает. То есть вы выбираете зону, например, почки, выбираете полоску, и за счёт того, что вы не реконструируете данные от ближайших тканей, во-первых, ускоряется исследование, во-вторых, вы получаете изображение более высокого качества. Вот, пожалуйста, пример того, как это работает на пристательной железе, вместо того, чтобы собирать полностью весь срез, вы выбираете прицельно пристательную железу и собираете данные именно по пристательной железе. Данная технология, она позволяет сопоставить морфологические и функциональные данные, и здесь вы видите, что при стандартном исследовании у вас контуры функциональных и морфологических данных могут не совпадать. За счёт этого вы должны думать о том, что есть некоторая погрешность, и при анализе и выявлении очагов помнить об этом. Зомик позволяет минимизировать данную проблему, и вот вы видите на нижних изображениях практически сопоставимы, практически совпадают контуры морфологических и функциональных данных. Следующая технология, которая показывает, как наш метод перенимает опыт от других модальностей, это технология ТИМ-сети, которая позволяет проводить исследования при непрерывном движении стола. Это очень важно при исследовании в энгиографии, при исследовании протяжённых вускулярных структур, а также при исследовании в онкологии при поиске метастазов. Следующая технология, которая также перенимает опыт смежных модальностей, это мультисрезовая МРТ. В этом году произвело буквально революцию в мире МРТ. Данная технология позволяет проводить исследования, возбуждая одновременно несколько срезов, что просто меняет представление об ускорении МР-исследований. Сейчас на данном этапе она доступна и отработана на голове, но в скором времени она будет доступна и для абдоминальных DVI-исследований. Абдоминальных исследований, вот, пожалуйста, сверху стандартное сканирование 3,5 минуты, снизу сканирование с меньшим временем, при этом качество изображения абсолютно сопоставимо. Очень много было сказано о гибридных технологиях, и мы в этом плане не отстаем. Мы представляем кроме классического метода МРТ еще и гибридную технологию, которая позволяет проводить синхронный одновременный сбор МР и ПЭД-данных. И данная технология, как уже говорили предыдущие докладчики, она очень хорошо зарекомендовала себя при раннем обнаружении, при стадировании опухолей, при мониторинге и планировании лучевой терапии. И особенно хорошо она эффективна именно в педиатрической онкологии, в сравнении с ПЭД-КТ, можно проводить флоп-исследования, которые не дают лишнюю лучевую нагрузку. И, пользуясь возможностью, я хочу пригласить вас на МРТ-конференцию «Магнитом-клуб», которая проходит ежегодно в офисе компании «Симис» в Москве 24 ноября. Более подробно по онкологии, по другим областям вы сможете послушать доклады. Будем рады вас видеть. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Эльмир. У кого есть вопросы? Как вы оцениваете перспективы МРТ? Когда у нас у каждого будет такой магнит? Скажите, пожалуйста, Эльмир, существуют ли программы о компании «Симонс» по поддержанию на уровне, соответствующем передовым или хотя бы на актуальном уровне потребности клинической тех продуктов, которые уже были поставлены этой фирмой в наше лечебное учреждение? Да, есть такие программы, есть такие, скажем так, опции для модернизации уже существующих, уже установленных аппаратов. То есть можно сделать апгрейд до новой версии программного обеспечения, и на этой новой версии данные пакеты будут доступны. Единственное, я оговорюсь, есть некоторые технологии, чтобы я вас не вводила в заблуждение, есть некоторые технологии, например, Zoom, которые доступны только на трех-тесловых системах. Ну, как бы полутора-тесловых системы мы не превратим в трех-тесловые, поэтому пока данная технология доступна только на сверхвысокопольных. А что касаемо остальных технологий, они доступны в новой версии ПО, но при этом необходимо производить модернизацию до этой новой версии. Хорошо, спасибо. Еще есть вопросы, не появилось? Ну, скажите, пожалуйста, ну вот вы так очень здорово оторвались от конкурентов, или они все-таки вас догоняют? Провокационный вопрос. Да, это провокационный вопрос. Я думаю, что это должно исходить не из моих уст, да, как бы оторвались мы от конкурентов или нет, это должно… Вот это мнение должно быть сказано врачами. Пользователями. Пользователями, потому что из моих уст это не будет иметь ту ценность, которую имеет, когда исходит от врачей, от людей, которые используют это оборудование. Спасибо. Вопросы есть еще? Это всегда, да. Хорошо, когда своих конкурентов не обижают. А скажите, пожалуйста, вот Татьяна Николаевна, когда нам говорила о перспективах МРТ в нейроонкологии, она сказала, что сейчас есть технология, по сути дела, заодно сканирование, получение нескольких типов свешенности или нескольких типов изображений. Такого у Симунца есть? Такая технология уже доступна. Вместе с технологией мультисрезового МРТ она также произвела революцию. Данная технология позволяет проводить МР-исследование головного мозга за 5 минут. Я не буду сейчас сравнивать с тем, о чем говорила Татьяна Николаевна, но могу сказать, что данная технология имеется в арсенале… И она уже доступна для клинического использования? Это все-таки научная такая-то разработка. Нет, она доступна для клинического использования на топовых системах. Трех-тословых? Нет, на полутора-тословых также. Понятно, спасибо большое. Еще есть вопросы? Ну, таким образом мы, да, все сейчас загорелись и будем сейчас вас требовать, да, да, копить деньги на апгрейд наших систем. Спасибо большое, Эльмира. Да, очень была познавательная. Да, да, конечно. Это все денег стоит. Это денег стоит. Но это возможно. Не-не, это… Пардон. Эльмира, еще вернитесь. Новый аппарат или можно старый, там, к симфонию какой-нибудь сделать апгрейд и получить все то же самое? Есть микрофон. Ну, 60 каналов можно ли поставить там? Микрофон дайте, дайте микрофон. Ну, потому что апгрейд или… Ну, Владимир Максимович это очень сильно задело. Я поняла, да, я поняла. Это мой первый вопрос был, Владимир Максимович. Смотрите, если мы говорим о симфонии, нет. То есть здесь просто по физике, да, канальная система не позволит вам использовать эти 60 или 30 каналов. То есть, соответственно, исходя из того, что система должна быть с высокими каналами, данные технологии будут доступны и будут иметь смысл, физический смысл установки, если мы говорим о 60-канальной. Ну, по поводу симфонии здесь, конечно, можно ее апгрейдить и получить также новые технологии, но все же это не все, что было на слайде. Это нужно индивидуально рассматривать, то есть, чтобы по каждой технологии она доступна бы, определенной версии программного обеспечения, чтобы не быть голосомной. Другими словами, мы можем повысить скорость запорожца, но превратить его в «Мерседес» навряд ли. В том-то и дело, на что деньги-то, вы говорите, деньги копить. На что копить? На новый аппарат? На новый аппарат. На новый аппарат надо копить деньги. Все, спасибо. Спасибо. Давайте мы оставим. Такая программа есть? Есть такая программа есть. Владимир Алексеевич, давайте мы оставим это на дискуссию, и мы продолжим реализацию нашей программы. Продолжение следует... Продолжение следует... policy improvements... Продолжение следует...